Здравствуйте, уважаемые зрители канала Протвиток. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец яичного подсобного хозяйства. И сегодня я расскажу вам о таком опасном вредителе смородины, наверное, о самом опасном вредителе, о почковом клеще. Данный вредитель наносит большой урон черной, красной смородине, а также крыжовнику. Но в наибольшей степени данный вредитель поражает кусты черной смородины. Осенью, после листопада, на смородине уже можно увидеть признаки поражения данным вредителем. Это вот такие округлые почки, которые больше обычного размера появляются на кустах смородины. В каждой почке вредителя может быть до нескольких тысяч. Но не значит, что остальные почки на кустах смородины будут не поражены вредителем. Даже внешне здоровые почки могут быть поражены. Просто в них вредители не такое большое количество. Что же делать в такой ситуации? В первую очередь, при небольшом заражении куста, нужно удалить все такие круглые большие почки. Оборвать их вручную и сжечь. Если ветви поражены в сильной степени, то удаляем ветвь полностью. Если же весь куст покрыт такими почками, удаляем полностью куст. Это необходимая мера. С вредителем нужно бороться комплексно. Не значит то, что если вы оборвете все почки с куста, вредитель пропадет. Нет, не пропадет. Он опять появится на вашей смородине. Нужно также проводить обработки. Миграция клеща приходится на период цветения. Она длится примерно полтора-два месяца. В период цветения и образования ягод. Что же нужно делать? Для борьбы с клещом в первую очередь подходят препараты на основе коллоидной серы. Есть такой препарат всем известный. ПСК. Сейчас он называется ПФК Лерас. Вот. И этот препарат очень эффективен для борьбы с клещом. Обработку проводят в фазе бутонизации. В этот период происходит пик миграции клеща. Мы обрабатываем клещи таким препаратом. И он эффективно справляется с вредителем. Также можно применять в этот период некоторые биопрепараты для борьбы с клещом. Такие как фитовирм, либо окарин. Они также хорошо справляются. Перед цветением и после цветения не стоит применять системные препараты. Ведь они могут накапливаться в растениях и в ягодах. Такие препараты можно применять только после сбора урожая. После того, как вы обработали свои кусты препаратом ПСК на основе коллоидной серы, нужно дождаться полного цветания. После цветения мы повторяем опять же обработку от вредителя. А третья обработка проводится осенью. После сбора урожая уже можно использовать более сильные системные препараты. Например, такие как Актелиик, Би-58 и другие. Против клеща можно также применять инородные методы борьбы. Ранней весной до набухания почек следует облить кусты кипятком. Да-да, именно кипятком. Не стоит бояться такой обработки. Растениям кипяток не страшен, чего не скажешь о вредителях. Надеюсь, с помощью таких методов борьбы вам удастся победить данного вредителя. И смородина порадует вас щедрым урожаем. Спасибо за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»